Между тем, завершаются пусконаладочные работы на компрессорной станции «Изейская». Она самая мощная из восьми, которые будут задействованы на первую очередь магистрального газопровода «Сила Сибири» – одного из ключевых проектов Восточной газовой программы. Начиная с 1 декабря, оборудование станции позволит обеспечивать бесперебойные поставки газа из Якутии в Китай. А на Шантыка подробнее. Газокомпрессорная станция возведена в получасе езды от свободного в пик строительно-монтажных работ. Тут трудились порядка 700 человек. Сейчас благоустраивается территория. В состав станции входит три газоперекачивающих агрегата мощностью по 32 мегаватта. Еще два – по 16. Оборудование уже подключили к энергоснабжению. Энергоснабжение предусмотрено от внешних поставщиков ДРСК. В случае перебоев с поставкой электроэнергии за периметра включаются аварийные дизельные электростанции. Это первая уже практически готовая компрессорная станция из трех, которые построят на территории Преамурья. Она будет создавать в трубе нужное давление, чтобы обеспечить необходимые параметры транспортировки газа до потребителя Китайской Народной Республики. Полностью будет автоматизирована работа всей станции, всех агрегатов, всех клапанов, задвижек. Это будет все выходить на автоматизированное рабочее место операторов, которые будут следить за всеми системами работы станции. Это электроэнергия, это киповское оборудование, это маслосистема. Сейчас станцию тестируют и готовятся к первым поставкам. К 2025 объемы достигнут 38 миллиардов кубометров газа в год. К слову, он будет идти не только на экспорт. Благодаря силе Сибири газифицируют многие населенные пункты Дальнего Востока России. Анна Шантыка, Кирилл Захаров, Вести, Благовещенск.